Здравствуйте! С вами программа «Неделя города» и ее ведущая Марина Романюк. Смотрите в выпуске. Расплескалась синева, как столица ВДВ встретила день десантника. Эх, дороги! На правительстве впервые озвучили нерадивых подрядчиков. Почти две сотни тысяч – единовременная выплата и четыре тысячи в день. Такое денежное довольствие предлагают при прохождении граждан военной службы по контракту. Сейчас в управлении Росгвардии Паризанской области как раз идет набор. Эти двое парней идут в региональное управление Росгвардии. Там в том числе набирают граждан для прохождения военной службы по контракту в новых регионах страны. Об этом парни прочитали в интернете. А теперь решили прийти в управление, разузнать все подробнее. С собой взяли военные билеты. Все же небольшой, но плюс. Здравствуйте! Пока оформляют документы, небольшой ликбез. Рассказывают об основных требованиях к кандидатам. Первое – это у вас должен быть возраст от 18 до 55 лет. Второе требование – это вы должны быть годные по состоянию здоровья. Это группа А или группа Б. Годен для ограниченных годен. Следом рассказывают о тех, кто может заключить контракт. Это либо те, кто уже отслужил по призыву, либо те, кто вместо службы получил высшее или среднепрофессиональное образование. Если кандидат поступает на службу контракта, заключает контракт, ему выплачивается единовременно денежное пособие в размере 195 тысяч рублей. Далее, значит, в новых регионах заработная плата ежемесячно от 150 до 200 тысяч рублей. Также идут набавки за коллекционную категорию, за выслугу лет, ну и, соответственно, также ежегодная материальная помощь в размере одного оклада. А льготы при прохождении службы по контракту тоже есть. Список приличный. Здесь и бюджетные места для детей в вузах, и служебное жилье или денежная компенсация за найм квартиры, а также кредитные и налоговые каникулы. В общем, льгот предлагается прилично. Прочитать о них подробнее можно на сайте Управления Росгвардии. То есть перспектива, если кандидат пожелает, он может поступить. У нас есть в Росгвардии четыре вуза, которые готовят офицеров, соответственно, это Санкт-Петербург, Новосибирск, Перм и Саратов. Если кандидаты захотят, могут во время службы поступить в эти вузы, чтобы получить высшее образование. По всем вопросам поступления на военную службу можно обратиться в Региональное управление Росгвардии или по телефону 20-24-59. В выходные и на следующей неделе синоптики обещают невероятную жару. Летний злой продержится долго, а чувствительные к погоде люди могут почувствовать себя плохо. О том, как планируют рязанцы справляться с аномальной жарой, мы узнали на улицах города. Мороженое, безалкогольные прохладительные напитки, поездки на электросамокате или велосипеде с ветерком. Спасаться в злой рязанцы предпочитают старыми проверенными средствами. Сегодня температура воздуха уже за 30. В выходные станет еще жарче, до плюс 35. Поэтому врачи, например, рекомендуют находиться на солнцепеке только с головным убором. Иначе теплового удара не избежать. Свою роль в этом играет и одежда. Лучше отказаться от коротких шорт и топиков в угоду закрытому костюму из натуральных и светлых тканей. Мы ем холодную воду, то есть ледяную. Да здрасте, Крепка. Мы гуляем и до обеда, и после обеда. И нам тут нравится. Как все, ем воду, носим панамку. Как-то спасаемся в тенечке. Сидим в тенечке и спасаемся. Бью прохладительные напитки и сижу в теньке отдыхаю. В такую погоду действительно очень важно потреблять достаточное количество чистой питьевой воды. Из горячих напитков лучше отдать предпочтение чаю. Также можно заваривать травы. Специалисты рассказывают, мята убережет от обезвоживания. А содержащийся в ней ментол обеспечит охлаждение организма. Я, например, очень люблю тепло. Хотя не южный человек. Но родилась я летом. Скоро день рождения. Поэтому, наверное, я люблю тепло, люблю солнце. Я очень жару плохо переношу. Но стараюсь ходить. Пенсионеркам мне нужно ходить. Хожу 5 километров туда, почти на Солочевского моста, и назад. И вот сел отдохнуть. Конечно, полегче одеваемся и стараемся холодной водой. Вот приду холодной водой, под душем оплоснусь. С осторожностью к прогулкам в жаркую погоду стоит относиться людям с заболеваниями кровеносно-сосудистой и эндокринной систем, а также тем, кто страдает астмой. Этой категории лиц врачи рекомендуют остаться в прохладном помещении и насладиться свежим воздухом в вечернее время. А лучше вообще уехать за город и провести знойные выходные в окружении водоемов и приятной компании. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Войскам ВДВ исполнилось 93 года. Официально 2 августа 1930 года под Воронежем произошло первое в мире парашютное десантирование вооруженных сил. Рязань по праву называют столицей этого рода войск. Праздник получился грандиозным, а девиз десантников «Никто, кроме нас» звучит по-особенному. Красивые, мужественные лица молодых парней, которые в качестве жизненного пути выбрали непростой. Их не увидеть в блогах, они не снимают тиктоков и не гонятся за подписчиками. Их жизни наполнены иным смыслом. Ежедневные строевые марш-броски, рукопашный бой, подготовка десантников – процесс непрерывный. За годы войска дяди Васи не раз доказывали, что невыполнимых задач нет. 2 августа является символом единения десантников всех времен и народов. В памяти потомков навечно осталось беспримерное мужество и отвага десантников, проявленным при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны. В Афганистане, Югославии, Чечне, Осетии, Сирии и других локальных войн и конфликтов. И сегодня воздушно-десантные войска, части соединения верны боевым традициям ВДВ. Современные десантники следуют славным традициям и неизменно вызывают гордость не только у родных и близких, но и у каждого, кто видит воинов в голубых беретах. Славная Рязанская высшая командная дважды краснознаменное училище продолжает выпускать лучших в своем деле бойцов. А Рязань благодаря этому давно стала столицей ВДВ. Ну а в Рязани к ВДВ вообще отношение очень особое. Здесь десантники это обязательно чей-то сын, брат, дед, отец, самый надежный друг, ну или даже очень завидный жених. Но новое поколение сейчас достойно продолжает традиции. Мы видим это в ходе специальной военной операции, проявляет мужество, героизм. Все рязанцы сегодня поддерживают наших ребят, и мы твердо верим, что победа будет за нами. 501, 502, 503, кольцо, 504, 505. Купа! На протяжении всей истории существования данного рода войск бойцы крылатой пехоты много раз били врага и оставались верны завету легендарного командующего. Сбили с ног, сражайся на коленях, встать не можешь, лёжа наступай. На Рюминском пруду очередное ЧП «Мор Рыбы», который можно наблюдать прямо с берега. Природоохранная прокуратура, конечно, отреагировала, но проверка взятых проб – дело небыстрое. А ведь ещё каких-то пять лет назад здесь обещали создать настоящее биоплато. И даже грезили фонтанами. Вот такой картиной сегодня встречают отдыхающих рюминские пруды. Прямо у берега десятки тушек мёртвого карася. Того самого серебристого карася, которого зимой так любят ловить здесь участники рыбатлона. Нет, конечно, рязанцев мором рыбы сегодня не удивишь, но это же именно то место, о котором наши журналисты говорят уже не первый год. На возмущение местных жителей Межрайонная природоохранная прокуратура отреагировала молниеносно. Рязанской межрайонной природоохранной прокуратурой в ходе мониторинга средств массовой информации в сети интернет была выявлена информация о массовой гибели рыбы в районе ЦКПО города Рязани. В связи с этим природоохранной прокуратурой организована проверка с целью установления причин гибели рыбы. Привлечены специалисты, организован отбор проб воды. По результатам проведенных лабораторных исследований, обследований будет принято решение о причине гибели рыбы и, соответственно, о необходимости принятия мер прокурорского реагирования. Мертвая рыба, впрочем, не единственное, что бросается в глаза при ближайшем рассмотрении. Старые покрышки, бутылки, пластиковый мусор и мутная цветущая вода. Порой здесь охватывает чувство брезгливости. А ведь еще пять лет назад городские власти обещали провести здесь глобальную реконструкцию. В прожекте даже клятвенно прописывали фонтан высотой 18 метров, лодочные станции, пляж и рассаду специальных растений, которые обеспечат экологическую безопасность водоема. Дескать, будут здесь и специальные габионные сооружения, а также биоплато в местах впадения реки Лыбедь. Но, похоже, эти обещания так и остались на уровне городских легенд. Хотя местные помнят все. Вот если мы посмотрим обратно, около пяти лет назад там висела табличка, что в 2018 году правительство обещает нам открыть здесь пляж, обустроить зону для туристов. Как видим, сегодня 2023 год, никакого пляжа здесь нет. И думаю, это еще очередной повод не верить ни в одно из этих надпусей. Еще в 2016 году на так называемую экологическую реабилитацию Рюминского пруда городские власти божились потратить. Вместе с федеральными деньгами больше 40 миллионов рублей. А с учетом ремонта гидротехнических сооружений все 60. Но дело, как видим, так и не сдвинулось с мертвой точки. Вернее, как сегодня говорят, надо бы актуализировать проектную документацию. Естественно, с увеличением финансовой составляющей. Ну а пока чиновники все делят, актуализируют и распределяют, Рюминский пруд уже начал превращаться в болотце. С соответствующим запахом. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Тема дорожного строительства в регионе стала основной на заседании правительства. Впервые данные своей проверки в Милославском и Рязанском районах озвучил антикоррупционный комитет. Теперь слово за правоохранительными органами. А ремонт Северной окружной по-прежнему идет с опережением графика. Ямочность, ненормативное состояние дорожных знаков, отсутствие разметки, не окошенные остановки, обочины, откосы. Нет, не то чтобы озвученные на правительстве данные выборочной проверки большого ремонта дорог в области произвели эффект разорвавшейся бомбы. На обустройство полотна жаловались и жалуются всегда, но это было первое такое выступление, где нарушителей контрактов назвали официально. Да и вообще заседание получилось тематическим. Контроль за содержанием региональных автомобильных дорог в области осуществляет всего 5 сотрудников дирекции дорог. При общей численности сотрудников 104 человека. В связи с чем на одного сотрудника приходится до 5 районов области, что не позволяет осуществлять должный контроль за качеством работ по содержанию дорог. Однако ответственность за качество выполняемых работ возложена на их исполнителя, которым в рассматриваемом случае является ООО «Доростройсервис». Данные из доклада Сергея Сорокина для руководителя областного Минтранса Павла Супруна оказались секретом Полишинеля. Нерадивым подрядчикам, по его словам, уже выписано более 200 предписаний, а кое-где даже наложены штрафы. Но, судя по всему, для дальнейших шагов нужна правовая оценка. И не только в Милославском и Рязанском районах. В ближайшее время из федерального центра в регион поступят 100 миллионов дополнительно. Эти деньги осядут в Рязани. На ремонт участка по Муромскому шоссе и на участке по Северному обходу. Мы все благодарим правительство России за такое решение, за дополнительную поддержку нашему региону. И вообще хочу сказать, что ремонт Северный – это у нас знаковый для города проект. Знаковый в том числе и для меня. Я помню, когда только пришел, уже у нас реконструкция шла. И сейчас она все продолжается. Но сейчас она продолжается с опережением графика. На Северке уже сделали главное – запустили четырехполосные движения. Все остальные работы теперь можно спокойно делать, что называется, по ходу. Нам осталось выполнить работы по устройству наружного освещения, устройству тротуаров, велосипедной дорожки, наземный пешеходный переход, а также бы устроить территорию, прилегающую Барковскому пляжу. По вопросу жалоб жителей, в связи с осадками в ночное время суток приходилось смещать фронт работ в дневное время суток. Вот сегодня мы как раз, у нас будет завершающая фаза по укладке асфальта, мы сегодня все работы завершим. На сегодняшний день значительных заторов на Северном окружной не наблюдается. В обращении граждан главная тема дня тоже была ключевой. Дорогу в Рыбном обещали отремонтировать в третьей декаде, но июль уже закончился, а движений якобы никаких нет. Запрос оказался неактуальным. Мы заключили контракт с подрядной организацией на выполнение работы по ремонту дорожного покрытия. На прошлой неделе приступили к фрезерованию и работы в полном объеме по укладке асфальтобетонного покрытия выполним до 15 августа текущего года. Контракт заключен, работаем сейчас. А вот жалоба на ремонт дороги по улице новой оказалась свежей. Во время дождя пешеходные переходы становятся непреодолимой преградой. Ямочный ремонт не помогает, но другого не будет. Если, конечно, губернатор не поддержит глобальный план обустройства и расширения проезжей части на новой, который зреет в городской администрации. Павел Молков обещал подумать. Возмутительная история практически из центра Рязани. В микрорайоне Дашково-Песочня банда подростков буквально терроризирует жителей окрестных домов. По словам очевидцев, несовершеннолетние не только ругаются матом, распивают спиртные напитки, но и нападают на проходящих мимо детей, прикрываясь своим несовершеннолетием. Терпение местных пап и мам лопнуло. К местному компьютерному клубу они вызвали сотрудников прокуратуры. Пустые бутылки, отборный мат, парение вейпов и подростковые разборки. С приходом вечера окрестности дома номер 7 по улице Васильевской становятся настоящим злачным местом. Посетители компьютерного клуба, который расположен по соседству, устают от мониторов и выходят подышать свежим воздухом. На горе местным жителям и мимо проходящим детям. Как угорелые носятся, выходя оттуда. И начинается, значит, курение, плевки, харчки, куча мусора, куча всего. И ладно, это там, ну, 3-4 человека, но они же толпами все это делают. Их тут собирается по 30 человек. Ну, это, говорю, постоянно вот эти плевки, мусор. Ну, страшно. Детям страшно, дети жалуются. Хотим как-то, не знаю, мне кажется, причина естественная в кибер-клубе, хотим, чтобы его закрыли. В этом компьютерном клубе бывают люди разных возрастов. Подростков, конечно, на порядок больше. На первый взгляд заведение выглядит безобидным. Есть даже свод правил, где прописано, что употребление увеселительных напитков и курение строго запрещено. Здесь нельзя находиться в состоянии алкогольного опьянения. Это даже прописано в правилах клуба. Вот, поэтому тут никто не бывает в состоянии алкогольного опьянения. Бывают случаи, что кто-то приносит пиво, в основном взрослые мужчины. Мы это оперативно решаем, просим удалиться. Вот, поэтому тут не бывает такого. Вот только мало кто эти правила соблюдает. А беспокойные жильцы написали заявление в прокуратуру с просьбой провести проверку по поводу деятельности кибер-клуба. А также разобраться в причинах шумных уличных посиделок его посетителей. Правоохранительные органы отреагировали молниеносно и выехали на место. Прокуратура Октябрьского района на основании сведений, размещенных средств массовой информации по вопросу нарушения жилищных прав граждан, жителей многоквартирного дома номер 7 по улице Васильевской организована проверка. В своих постах в сети интернет жители выразили негодование касаемо деятельности компьютерного клуба, а также неподобающего поведения несовершеннолетних и молодежи. В связи с чем нами, как я уже сказал, организованы проверочные мероприятия с привлечением правоохранительных органов, контролирующих органов. Проверка займет ровно 30 дней. В прокуратуре уверены, этого времени хватит, чтобы найти и наказать нарушителей. Ну или, по крайней мере, разогнать по домам всех местных мамкиных хулиганов. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Изменения цен на бензин, штрафы для самокатчиков и импорт японских авто. Эти нововведения ждут водителей в августе. Как изменится жизнь автомобилистов, расскажем далее. Главная новость – это изменения цен на бензин. Эксперты прогнозируют рост в августе. Так, кабинет министров собирается сузить круг экспортеров нефтепродуктов и обязать компании увеличить поставки на биржу в России. Эксперты говорят, что решение это приняли для того, чтобы обстановка на топливном рынке изменилась в лучшую сторону. Разбег цен это приостановит. Тем не менее, в августе топливо подорожать все же может. И приставка, что произойдет это рыночными темпами, водителей вряд ли успокоит. Обещают, что цена поднимется на примерно полпроцента. Эксперты успокаивают, что, мол, рост этот – явление сезонное. Летом потребление больше и цена, соответственно, выше. После падения спроса и падения цен ожидается, что биржевые цены стабилизируются, а розничные будут подтягиваться к оптовым. Но пока это все прогнозы. С августа могут запретить иномарки в каршеринге. Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Президиума Госсовета 4 апреля 2023 года. Цитата «Рассмотреть вопрос о разработке и применении требований к локализации производства автомобилей, используемых при оказании услуг по перевозке пассажиров легковым такси и услуг каршеринга с учетом возможных объемов их производства российской автомобильной промышленностью». Конец цитаты. Это говорится в одном из пунктов документа. И пусть проект уже готов, ФАС и Минэкономразвитие считают такие меры преждевременными. По информации ведомств, введение ограничений ударит по отрасли пассажирских перевозок. Сюда же дефицит комплектующих у отечественных производителей. В свою очередь представители перевозчиков считают, что стимулировать переход на отечественный транспорт нужно не ограничениями иномарок, а созданием привлекательных условий и цен со стороны российских заводов-изготовителей. И вновь про машины. С 9 августа Япония запретит поставки в Россию ряда транспортных средств и комплектующих. Под запрет попадают автомобили с объемом двигателя больше 1,9 литра, автомобили дороже 50 тысяч долларов, гибридные автомобили и электромобили, грузовые шины. Причина – 11 пакет санкций. По оценке специалистов Автостата, под санкции попадет примерно половина поставляемых в Россию японских автомобилей. В России собираются ввести десятки штрафов для велосипедистов и электросамокатчиков. Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин, заявил о готовящемся для рассмотрений осенью законопроекте, который ведет десятки штрафов для водителей средств индивидуальной мобильности. Речь здесь идет о самокатчиках и велосипедистах, которые игнорируют мартовские изменения в ПДД. Так вводятся штрафы за пьяное вождение СИМ, отказ от метод свидетельствования, оставление места ДТП, вождение транспортного средства вдвоем. Также вводится обширная система наказаний за превышение скорости. Штрафы хотят ввести за превышение на 5, 10, 15 и 20 км в час. Минимальная сумма штрафа – 500 рублей, максимальная – 4 тысячи. Вводятся штрафы за неправильную езду. Под ней подразумевается создание помех для участников дорожного движения. Как водителей, так и пешеходов. По задумке сенатора, следить за велосипедистами и электросамокатчиками должна будет полиция или камеры, фиксирующие нарушения. Если законопроект примут, то штрафовать начнут с 1 марта 2024 года. По традиции, новый месяц принес в нашу жизнь сразу несколько изменений. Например, с 1 августа традиционно завершается приемная кампания в российских вузах. Будущим студентам необходимо сдать оригиналы документов очно или онлайн через сайт госуслуги до 3 августа при поступлении по общему конкурсу. Приказы от зачисления выйдут уже с 4 по 9 число этого месяца. Что еще изменилось, расскажем далее. Владимир Путин подписал указ об увеличении штрафов за неявку в военкомат по повестке. Раньше наказание за нарушение не превышало 3 тысяч рублей. Теперь желающим откосить придется заплатить от 10 до 30 тысяч рублей. Предусматриваются штрафы за умышленную порчу документов воинского учета. Здесь придется заплатить сумму до 5 тысяч рублей. Если же призывник не сообщил в военкомат об изменении семейного положения, образования, должности, о смене работы или учебы, либо о переезде на новое место жительства, его штрафуют на сумму от 1 до 5 тысяч рублей. Также с 3 до 25 тысяч вырастут штрафы за уклонение от медицинского обследования. С 1 августа в финансовой системе страны официально утвержден цифровой рубль. Эта валюта сочетает в себе свойства наличных и безналичных денежных средств. У цифрового рубля есть ряд преимуществ. Во-первых, доступность к кошельку через любой банк. Во-вторых, для операций с цифровым рублем все тарифы едины, что снижает затратность операций. В-третьих, новая валюта – это уникальный код, а это значит, что его легко отследить в случае хищения или утраты. Правда, есть в этой компании свои нюансы. Так, внедрение новой национальной валюты предполагает дополнительные затраты от финансового сегмента и бизнес-сектора. Получается, что банкам и организациям понадобится время для адаптации своих расчетных систем под цифровой рубль. Иностранные туристы смогут приехать в Россию по единой электронной визе. Привилегии действуют для граждан 55 стран. Иностранец с визой сможет находиться в России 16 суток. Систему хотели запустить еще два года назад, но планы нарушила эпидемия. По словам туроператоров, единая электронная виза обещает наладить поток желающих увидеть достопримечательности России из различных стран мира. Утилизационный сбор на многие виды автотранспорта станет выше. Изменения касаются легковых, грузовых, коммерческих автомобилей, а также автобусов. В среднем платеж на легковые автомобили вырастет почти в 4 раза, на легкие и коммерческие авто – в 3 раза, на грузовые – вдвое. По словам экспертов, повышение ставки утилизационного сбора может привести к скачку цен на транспортном рынке. На этом у меня все новости на сегодня. С вами была Марина Романюк. До свидания.